Работы с Little Big, со Славой Мерлоу, это все уже коммерческий проект. Машину сделать сделаем, сарай построить построим. Ведь мы все любим Россию! Худорник должен быть роскоши, потому что он уподобен Богу. Вот сколько стоит заказать у тебя клик? От двух миллионов. Я не называю предельную сумму. Короче, ребят, приехала полиция. Forbes Digest Привет, друзья! Меня зовут Ярослав Бабушкин, и это Forbes Digest. Весной этого года случился абсолютный бум крипто-арта. И все благодаря NFT. Многие молодые диджитал-художники, которые до этого чаще всего работали в дизайн-студиях, продакшенах или на фрилансе, смогли почувствовать себя независимыми артистами. Самые знаменитые мировые имена продают свои работы за десятки миллионов долларов. Но и у нас в стране есть свои таланты. И сегодня мы идем в гости к Стёпе Брикспейсеру и команде Хата-111. Ребята, привет! Три-четыре. Привет, Ярослав! Настоящее имя Брикспейсера Степан Христофоров, но он настойчиво просит называть его Брикспейсер. Ему 22 года, окончил только школу. Высшего образования у него нет, просто потому что его профессии не учат в ВУЗе. Сейчас он топовый моушн-дизайнер. На его счету коллаборация с художником Покрасом Лампасом, графика для клипов Фейса, Славы Мерлоу и группы Little Big, множество вирусных роликов. В сети он приобрел широкую популярность после видео с китами, пролетающими над Москвой. Его перепостили многие звезды и десятки других художников стали копировать идею. Брикспейсер из творческого объединения 111 Хата, изначально сформировавшегося как граффити команда. Одни из самых последних проектов команды – это работа с LJ, корейским брендом Adder, самой крупной в мире криптобиржей Binance, Мегафоном и другими компаниями. Их объединение чего только не делает. Это и диджитал-арт, музыка, видеопродакшн, живопись, организация мероприятий, дизайн, татуировка, райдеры разных экстремальных видов спорта, фэшн-кастом, NFT-агентство. Команда насчитывает более 30 участников. Ну что, пойдемте знакомиться. Брикспейсер, где мы и что это за ребята? Расскажи, познакомь, что это за место. Это можно считать центр 111-й хаты. Это квартира Данька, основатель 111-й хаты. Зал, именно самый центр хаты. Ну, хоть open space, хоть офис, хоть как хочешь, называй. А это центр такой-то, такая пещера, где мы все выросли, где мы сформировались и также формируем это место вокруг нас. Это Данёк Амур, это основатель 111-й хаты. Это Узен, наш тоже сокоманник, близкий наш. Узен, это тоже какое-то творческое псевдоним? Да, я рапую немножко. А, ты, 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 то есть ты рэпер, а ты что, ты просто владелец хаты или с чем ты занимаешься? Он основатель. Мало того, что пришлось это все соорганизовать и попробовать их собрать вместе. И синдром собирательства не выбивается дедушкин, и поэтому людей становится с каждым месяцем все больше. Вот, и деятельности у нас все больше и больше. А, собственно, сам занимаюсь я, как бы, мультидисциплинный артист. И экспериментирую и с диджиталом, и с холстами, и с татуировками. И пришел я в это все с татуировок. Изначально мы здесь чисто били татуировки. А чья это квартира? Моего папы, который такой в какой-то момент, ну, сына, живи, все, я пошел. За сколько ты здесь сделал ремонт? По времени, по деньгам? Тут просто все сделано, как я понимаю, собственными руками, да? Ну, как сказать, да? Огромной толпой подростков, которые каждый день такие, о, давайте вот это сделаем, да, давайте сделаем. Сегодня две тысячи есть, сегодня есть три тысячи, сегодня нету тысячи даже ни одной. Ну, и делалось, делалось, и вот оно за три года, за четыре вот в это все превратилось. Вот здесь вы говорите, что вот все там по крупице, за копейки, все сами, на энтузиазме, друзья, романтика, все клево, я вам верю. Продает Степа картину за 10 тысяч баксов. Что вы почувствовали? О чем вы подумали? Ну, лишь бы звездочку не словил. Ты попросил тебя не называть по имени, я хотел узнать, тебе сейчас 23 года, ты делаешь проекты с топовыми российскими артистами, с большими компаниями, делаешь коллаборации с известными брендами, продаешь работы за 10 тысяч долларов через площадку NFT. У тебя есть агентство, и ты просишь называть себя Brickspacer. Как ты им стал? С чего ты начинал, когда это все зародилось? Мне было 12 лет, и я занимался анимацией покадровой, я снимал такие мультики небольшие, будучи ребенком. И я делал это на основе конструктора Лего, и так получилось, я любил очень Лего, и мне очень нравился космос. Я особо долго не думал, я совместил Лего, и типа космонавт, или около такое слово спейсер, и получилось Brickspacer. Вот и все. А на что ты это снимал, как ты это делал? Слушай, это покадровая мультипликация, это как в фильмах, в мультфильмах есть, но я был очень хитрым человеком. У меня была PSP, это PlayStation Portable, была раньше такая приставка переносная, и для нее был аксессуар-камера. И я вот так вот брал на PSP, фотографировал. Это я, наверное, единственный был в мире, кто так делал. И где ты это монтировал? Как ты этому научился вообще? Слушай, вот... В 12 лет это пятый класс. Наверное. Это пятый класс. Ну, типа того, да. Ну, я как бы, что, я понимал, что мне это интересно, мне интересно такое творчество. Я увидел вот такие вот мультфильмы, которые тогда вирусились на Ютубе. Был очень известный чувак, Куберс, или как-то его так звали. И я понял, что это очень круто, я хочу так же попробовать. Я почитал там пару мануалов, пару видео. Там нужна была камера, и нужен был компьютер, и Lego. У меня была камера в виде PSP, был и Lego, и был компьютер. И я там нашел какие-то программы, начал в них монтировать, уже не помню в каких. И постепенно я вот так вот тренировался, развивался. В 12 лет ты понимал, что это какое-то дело, которым ты хочешь заниматься, или это просто было развлечение твое? Слушай, я не задавался такими вопросами. Я видел идеал, как вот мне хотелось. Я смотрел на него и понял, я хочу так же делать. И вот я просто обучался. Мне кажется, это как, знаешь, как человек идет в бокс, он хочет стать Мухаммедом Алием. Или там Тайсоном. Ему поливать что, как это, профессионализм, непрофессионализм. Эти вопросы фундаментально, они появляются там в 25 лет. Подожди, Мухаммед Али, он все-таки идет заниматься с тренером, его направляют, его ведут. Ты самоучка. Да это разница. Тебя никто не учил, ты в художественной школе не учился? Не, я вообще на три целых века к этим всем историям. Я не люблю ни художественную школу, ни все это, потому что, ну, там деды сидят. Неразбирающиеся ни в чем. В плане, ты имеешь в виду каких-то новых веяний в искусстве? Не, ну смотри, ну вот мне было, например, 10 лет, да, и мы одноклассницы ходили, учились в художку. Ну, я по их историям, потому что они делали, то, что они рисовали, я не понимал, зачем они это делают. Я вырос, ничего и не понял до сих пор, чем люди до сих пор занимаются, зачем они идут в художку. Это же дичь. Там ничего современного нету. Там есть академика хорошая, но люди абсолютно там оторваны от реальности. Этим не зарабатывают, этим не живут, этим... Ну, там людей просто убивают вкус у них. В художественных школах? Да. В российских. А что это за отделение российских от нероссийских? Мне кажется, классическая живопись, классическая графика, она везде примерно одинаково устроена. Смотри, есть школа коларц, оттуда выходят звезды, оттуда выходят люди, которые делают анимацию, там какие-то творческие работы, которые вот это... Но это не детская школа. Слушай, ну, да в целом, типа, ты там к детям нормальный более, мне кажется, подход. Детская, не детская, какая разница? Когда ты учишь ребенка рисовать академику жестко, отбивая ему все там желание как-то еще развиваться, это одно. А когда ты просто к ребенку находишь творческий подход, нормально всем занимаешься по современным практикам, по образовательным, то это совсем другой результат дает. Я всегда учился как бы вот сам, и мне всегда хотелось экспериментировать самому. Поэтому я не могу в этом плане говорить, что... Ну, советовать людям как-то идти по моему пути, потому что мой путь был более сложным. 15 лет мне было. Я не умел рисовать вообще, я такой, типа, хочу иллюстратором стать. Я нарисовал свою первую картинку, она была для конкурса в школе, и поскольку тогда я уже увлекался дизайном, я такой, значит, нужно делать четко. То есть там я учился тогда моушн-дизайну, и я наблюдал за западными студиями, за топовыми, за дизайнерами, за художниками. И то есть как вот принято тогда было, типа, рисование, то есть ты берешь карандашом, что вообще не моя история. Мне нужно было, то есть сесть там в векторе, в иллюстраторе, подобрать цвета там в Adobe Cooler, правильно там все туда-сюда, вектор, короче, очень стильно. У меня был любимый художник, которого зовут Танжи Хуй. У него очень идеальная динамика в работах его сделана. И меня это заворожило тогда, и я вот на этом уме научился. И мне нравился его стиль, я хотел, ну, типа, сделать что-то такое, ну, свое определенное. Для того, чтобы вот сделать что-то такое, я взял его технику и еще техник, наверное, 8-10 разных художников и рисовал свою первую работу, наверное, недели полторы или две. Просто, типа, я рисовал что-то, понимал, что это не то, удалял рисовал, понимал, что это не то, удалял, потому что я анализировал, как люди там, ну, чертят, как они так-то вот угол закругляют, там, не закругляют, не закругляют, как цвета подбирают. И я прям сидел и как будто, вот, знаешь, математический пример решал. И по итогу после вот этой первой иллюстрации пошли первые заказы на иллюстрации, когда мне было 15. То есть из вот этого твоего спича можно сделать вывод, что школы, образовательные учреждения, они загоняют в рамки, а ты, получается... Смотри, и моя именно вот важная такая заметка, русские, потому что вот все, что я видел в России, всех друзей, которые вот учились, все отзывы профессионалов, которые учились, всех там их знакомых, вообще работы людей, которые учились, Ну, для меня это не профессионально, для меня это не состоятельно, для меня это нету в этом ничего, ну, с реальностью связанным. Может, в этом и есть моя боль, потому что, когда я поступал во ВГИК, не пойми зачем, там нужно было нарисовать рисунок, показать свое портфолио и прочее. Я нарисовал рисунок и пришел, значит, на следующий этап со своими работами. Мне было особенно очень приятно, что я, как бы, пошел поступать, и первый там был этап, это работа своей показать. У меня было портфолио уже нескольких экспленеров, которые были сделаны для, вот, по всем, как бы, канонам моушн-дизайна, по полному продакшну, для международной компании. То есть, как бы, меня профессионалы моушн-дизайна там респектовали. И были рисунки. И мое портфолио вот с этими работами заняло последнее место. И тогда я понял, а, то есть, это такое место. То есть, вот, куда я иду учиться. Первая работа твоя за сколько была продана? Моя первая иллюстрация, я взял заказ на 5000 или на 2500, я не помню. Ну, что-то там такое было, но для меня, будучи школьником, это успех был для себя. А что это было? Это была иллюстрация на заказ. Человек у меня заказал просто себе рисунок. То есть, как вот, если ты придешь к человеку, который у меня рисует, ты скажешь, нарисуй меня. Вот это было то же самое. Я нарисовал его, и люди это увидели в моем там паблике, и тоже стали заказывать портрет, можно так сказать. Ты начал с того, что сделать свое сообщество. Для художника сейчас это принципиально иметь? Мощные социальные сети, свои паблики, как-то себя продвигать? Если ты хочешь прямо вот здесь и сейчас продаваться, чтобы у тебя все было отлично, тебе необходимо это делать. Многие люди забывают о том, что недостаточно просто рисовать. Тебе необходимо показать себя. То есть, это то же самое, что ты придешь к человеку, которому нужен твой рисунок, в грязной одежде, не умывшись, с распущенными волосами, не пойми, как пахнущий, и будешь рассчитывать на то, что ты получишь эту работу. Если ты гениален, ты ее, конечно, получишь, но высок шанс того, что какой бы ты гениальный не был, с тобой не будут разговаривать. Это просто основа. То есть, вот это выражение, художник должен быть голодным, бедный художник, это все доинтернетовская эпоха. Нет, это в принципе неадекватная позиция. Художник должен быть роскоши, потому что он уподобен Богу, потому что он выполняет задачу Бога, он создает. Он как инженер, он как, я не знаю, разработчик. Это человек, которому дан шанс что-то создать, как Бог. Он должен получать то, что ему прочитается. Сейчас это будет впервые на канале Форбс. Ты сравнил себя с Богом? Себя нет. Это философское высказывание. То есть, люди, которые создают, они делают то же самое, что и Бог делает. Ну, типа, это факт. Хотя, ладно, к черту. Ну, возможно, да. Но я сравню не только себя, а всех остальных художников, которые существуют, потому что в моих глазах они это и делают. Если можно было бы основать религию, хотя это не имеет смысла, то, возможно, человек, который хотел бы создать ее, он мог бы создать вот религию художников. Но мне кажется, это бред полный. А ты работаешь один? Или это какая-то команда уже? Вообще по-разному. То есть, ну, в случае клипов, естественно, команда. В случае сложных видео, команда. И на самом деле мне сейчас на каждом видео почти помогает человек. Тот или иной. То есть, последняя работа там с китами и с кораблем. Чувак мне помогал паруса анимировать и там чуть модель корабля подрихтовал. А теги в моих видео, теги и там граффити, это очень важная часть моей работы. Делают ребята из моей команды 111. У нас чувак один с анимацией помогает, еще ребята там по-разному, с музыкой. В общем, да, часто просто разный состав ребят. Вот и все. 111 это что? Это творческое объединение или вы как-то все-таки как какая-то небольшая компания существуете? Это творческое объединение, которое руководствуется одним принципом. Мы делаем то, что мы хотим из того, что у нас есть. У нас абсолютно большой сбор творческих ребят. Начиная там от татуировщиков, заканчивая медиахудожниками, там, не знаю, режиссерами, фотографами, дизайнерами одеждами. В общем, у нас кого только нет на самом деле. Вот криптой мы занялись. Вообще все у нас есть. Машину сделать сделаем. Сарай построить построим. Медиа инсталляцию сделать, сделаем. Сколько вам лет было, когда вы начали заниматься вот этой всей движухой? 17-18, наверное. Даже если не раньше. Но изначально, да, хата 111 начала сформироваться, как только вот нам было по 18 лет. Ты учишься? Нет. Ты тоже бросил? Кто-нибудь вообще из вашей тусовки получает образование? Да, но все это, конечно же, ради родителей и ради того, чтобы родители были чуть спокойнее. Но никому это не помогает, и все только жалуются. Что вы из себя представляете? Это не совсем понятно. Это банда каких-то хулиганов, маргиналов, на которых свалилось NFT. Это задолго до NFT началось, камон. Да, NFT-история началась. Вот, я про это и говорю, что NFT-история, она уже похожа на какую-то деятельность, ну что-то похожее на работу, на бизнес. Это просто как эскалация такая внезапная, что мы такие, о, мы типа можем как художники зарабатывать. А до этого мы как бы как вот было все так, так и двигались. То есть все это сделано по сути за копейки, там у кого-то что-то появилось и выглядит в принципе дорого, но на самом деле за этой дороговизной почти нет. И мы просто так жили. Вы работаете где-нибудь? Мы... Да. То есть я имею в виду на какой-нибудь понятной работе или вы как, как вы трудоустроены? То есть вы художники, просто продаете свои работы, чем занимаетесь, ребят? Ну, у нас очень большое количество людей, все занимаются разными вещами. То есть Степа, понятно, это цифровой артист, как бы диджитал-художник и он занимается именно артом. Даня тоже занимается артом, зарабатывает этим. Я, например, лично занимаюсь NFT-агентством, которое мы открыли совместно со Степой и нашим сокомандником Максимом. И там занимаемся мы NFT, занимаюсь придумыванием идей и организацией всех этих процессов условно. И такой конкретно вот прям вот работа-работа, 5.2 по графику с выходными, обозначенным каким-то рабочим временем, этого нету, конечно. И, наверное, большинства этого нету. У нас только вот есть парни-повара в команде, вот они по графику бомбят вообще безостановочно. Повара? Да, да. Без поваров нельзя в команде вообще. Повара, в смысле, они работают в ресторанах? Да, да, то есть реально готовят. И потом готовят еще нам. И при этом мы говорим, ребят, давайте ну как-то отдохнем и все дела. А они говорят, нет. Слушайте, а какие планы, что дальше делать с этим? Вот есть прикольная хата, есть вы все. Вы это будете в какую-то структуру объединять? А у нас на самом деле очень структурно все это разграничено, грамотно более-менее. То есть у нас тут есть ребята, которые отдельно занимаются, например, артом, диджиталом, то есть NFT. Другие ребята у нас занимаются, вот у нас есть кастом ателье «Погремушка». Также есть лейбл новосформированный музыкальный, то есть это наши артисты, плюс привлеченные артисты. Там называется «Мулар Мьюзик», вот это тоже формирование, формация 111-й хаты, вот, как и NFT-агентство «Арка» и остальные прочие наши деятельности. То есть это такое одно единое формирование, под которым очень много структурных объединений маленьких, у которых разные люди взаимодействуют друг с другом, то есть там и с обществом условно. Вот, ребята есть даже, которые у нас занимаются машинами, и, то есть у нас... Занимаются машинами что делают? Ремонтируют машины? Ремонтируют автомобили, собирают проекты. Афтосервис, тюнинг 111. Небольшой тюнинг. Тюнинг, да, то есть проекты, может быть, под риф, собираются. Это не автосервис, это вот именно эти берут очки и делают для себя, чтобы гонять. Ну и остальных учат ребят из команды тоже. В общем, все родилось с угаров абсолютно всегда. То есть если мы пришли в граффити, то мы пришли просто сначала поугарать, потом уже какие-то ребята, кто-то из нас понимает, что так, большую часть времени мы отдаем немного в другие деятельности, которые приносят денежку. Граффити больше для души условно, там, сегодня хотим, завтра не хотим. Кто-то понимает, что не может сильно отойти от граффити, начинает занимать, ну, брать какие-то коммерческие заказы, делать, получается, расписывать что-то на заказ и так далее, и так далее, и так далее. Продавать холсты уже физически. Вот, от физических холстов мы стараемся, конечно, по части отказываться, но без такого, конечно, тоже никуда. Вот. Но NFT, то, что сейчас появилось, это очень большой скачок, просто, ну, просто вот такой путь. Ты относишься к тому, чем ты занимаешься, как к бизнесу? NFT-агентство ARK, которое вот я организовал с ребятами, да, это бизнес. Это совсем недавно появилось, расскажи, что это. Появилась в России NFT, вся эта история с криптоартом. Я первый человек, который продал работу крупно в этом, на супер-Р, рассказал про NFT, сделал канал про NFT, рассказал про NFT и понял, что поскольку я в этом разбираюсь, и ребята, которые со мной общаются, общаются тоже в этом разбираются, ребята из команды, значит, необходимо первыми сделать агентство, которое будет помогать людям выходить в NFT. Потому что мы реально это знаем, мы знаем, как это делать, и мы не хотим, чтобы кто-либо, который, кто разбирается в вопросе хуже нас, занимался этим, там, артистам голову пудрил. Лучше мы сделаем хорошо, чем кто-то плохо. А что вы именно делаете? Мы помогаем выйти художникам, артистам и брендам в NFT. То есть человек к нам приходит, говорит, я хочу в NFT сделать. Мы ему говорим, что ты конкретно хочешь выложить. И дальше либо он говорит, вот у меня есть там картинка, я хочу выложить ее в NFT. Мы ему говорим, как, где, что, зачем. Продвигаем это среди своих каналов. Либо он говорит, я вообще не знаю, но я очень хочу туда попасть. И мы садимся, придумываем ему весь этот план, что он выкладывает, как выкладывает, с кем коллаборируется, с кем не коллаборируется, кто это делает, не делает. Вы как продакшн, вы продюсеры, по сути. Мы креативное агентство с продакшн. То есть мы продакшн, ну, короче, агентство полного цикла. Вот если я абсолютно дилетант в этом, насколько я понимаю, выложить свой токен может любой человек на любой платформе, в принципе. Ты можешь зайти на OpenSea, зарегаться быстро на Метамаске и выложить, но это то же самое, что записать бит в наше время может любой человек, посмотрев на Ютубе урок за 10 минут, ну, типа, ты запишешь бит за 10 минут. И выложить его ВКонтакте, и никто это не послушает. Да, мы были первыми, мы протоптали дорожку, мы понимаем, как вот многие нюансы, как через них проходить, что продается, что не продается вообще, то есть как с людьми общаться, как не общаться, момент с продвижением, этого мы все понимаем. А если ты просто решил сам это сделать, то, блин, ну, были примеры дропов, которые вот так вот выкинуты были в никуда и никем не были вообще восприняты. 2021 год стал просто революцией для твоей профессии. NFT – это же кардинально меняет правила игры. Насколько я понимаю, мошен-дизайнерам, вообще художникам, которые работают с диджиталом, им очень сложно доказать авторские права, эти работы, по сути, никак не защищены. Никто вообще не знал, что это чего-то стоит и что это искусство. Все знали, что это продакшн, это как снять клип, это как сделать рекламу. Вон там это продавалось. Но никто даже не мог себе подумать, что если ты делаешь 3D-графику или там анимацию, ты имеешь амбиции у художника, потому что нигде это не могло продаваться. То есть какая была альтернатива? Там какой-то видео-арт, который был в авангарде в 90-х где-то, это в Нью-Йорке? Никто не знал об этом вообще абсолютно. И типа обычные мужики сидят у себя там где-то, я не знаю, фрилансом занимаются, такие, ну, надо прокормить семью и как бы вот уйти на телек, нормально будет или там в кино. И молодые на них смотрят и понимают, вот типа что такое моушен-дизайн. Это проектная работа. Не было вообще никакого ни у кого, ну, большинство не было сомнения в том, что есть что-то другое. Был единственный выход, это стоки. То есть какие-то где-то проекты продаешь. То есть, например, там ты сделал видео, там, не знаю, логотип летает, ты продаешь вот этот вот проект для того, чтобы его разные люди использовали. Футажи, грубо говоря. Вот и все. Это было вообще, я не знаю, там открытие ящика Пандоры в свое время. Все думали, вау, вот мы уйдем от проектов. А это ничем не отличается, потому что это просто, ну, ты расходники делаешь. NFT показало, что твою работу, она кому-то интересна вообще. И у людей начало просыпаться осознание того, что, а может быть, они могут делать только творческие проекты? Может быть, они не обязаны гнаться вот в постоянной этой гонке, типа за заказчиком? Они могут что-то для себя делать, и люди будут им платить за это? И у людей начало сменяться вот это парадигмы того, что это не искусство, это никому не интересно. А нет, это интересно. Это искусство, которое имеет гигантский потенциал, которое просто, в основном, еще не осознало себя. Это все сейчас в основном про западный мир, да? Про США. Твои работы, их покупают американцы в основном? Европейцы, американцы. Самая дорогая работа какая? Это Навальный? Да, Навальный. Ты продал Навального за 10 тысяч долларов? За 10, да. На тот момент это было почти ровно идеальной суммы. Там 10,90 где-то так. Расскажи про это, как это было? В декабре я узнаю о том, что есть NFT. У меня просто срывает крышу. У меня, ну, исполнилась моя мечта. Я представлял, что может быть что-то такое. Вот оно появилось. У меня искра, буря безумия в глазах просто. Я начинаю узнавать. Есть три площадки. Суперер, Нифти и Рарибл. На Рарибл ты можешь попасть. На Нифти и Суперер нет. Но там была заявка и спустя какое-то время меня приняли и я понял мне нужно сделать работу, реализовать ее. И тут происходит событие с Навальным. То, что он прилетел после лечения и его задерживают. Я решаю сделать такую работу и поскольку его задерживают, я думаю, ну, вот попробую в NFT сделать и, блин, было бы круто деньги с NFT попустить ему. Я делаю эту работу, выкладываю, все получается и спустя пару дней происходит продажа. И я понимаю, что, ну, офигеть, это произошло. И большую часть средств, это 400 тысяч рублей, я перевел в ФБК и в ВВД-Инфо. Ты знаешь, кому ты продал эту работу? Это то ли студент, то ли преподаватель в одном из университетов Америки. Я не помню точно город, но это просто, типа, тип, обычный тип, который жил в университете. И все. Я знаю, типа, как его зовут, но он анонимный чувак, просто я знаю его, потому что я ему присылал физическую копию. То есть ты не узнавал, кто это, какая у него судьба, почему он это купил? Суть в том, что ему визуально понравилась работа, ему понравилась история работы. Типа, знаешь, типа, а-ля, околоактивизм, там, туда-сюда политическая история против, там, режима. И это, ну, всем понятная тема. То есть, там, Эдвард Сноуден, он герой там во всем мире, условно, грубо говоря, там. Здесь та же самая история он увидел и как бы я прозвучу сейчас эгоистично, но она красиво реализована, как мне кажется. Поэтому она просто его зацепила, это сильная работа, по его мнению, была, и он ее приобрел. А что он дальше может делать с этим токеном? Во-первых, он может выставить свою работу, как вот владелец этой работы, в онлайн-галереях, в оффлайн-галереях, в, там, в галереях в дополненной реальности, в виртуальной реальности. Наверное, скоро появятся аксессуары, в которые можно будет загружать эти работы. При мне немного. Суть отличия NFT от физического искусства принятого в том, что тебе не нужно с доставкой, ну, короче, с транспортом вот этого искусства. Ты можешь просто взять, вставить флешку и оно у тебя заработает. Или там просто телефоны перекинуть по аэрдропу, я не знаю, на Apple TV. И все, твоя работа будет на гигантском экране. И она еще будет двигаться. И она будет подлинной, потому что, ну, есть NFT. Все знают, что она принадлежит тебе. Это всем видно абсолютно. И еще ты продал Рогозина за 3,5 тысячи долларов. И снится нам не рога космодрома. была тема с тем, что марсоход высадился на Марсе, вот этот западный, и Рогозин безусловил, начал там шутить очень смешно. И меня это тоже, короче, взбесило. Я сделал работу на эту тему, куда запихал множество отсылок. Ну, и выкатил. И ее купили. Я там выставил цену в... не помню, какую, короче, но на нее тоже нашелся спрос. Было прикольно. Что купил? Тоже американцы? Короче, есть очень крутой коллекционер, которого знает все русское комьюнити. Его зовут Дикасса. Он просто в какой-то момент мы сидим, там что-то варимся, русские чуваки. И он такой «Хеллоу, ватсап, гайс, я им Дикасса». И мы такие «А-а-а-а!» Пишу ему в Twitter, он подтверждает, что это он, и все, у всех п*****, потому что это коллекционер под рукой. Мы такие «Чувак, просто!» Начинаем общаться, и я там ему в паре места помог, типа там продвинул его канал немножечко, пообщался с ним, и он такой мне пишет «Чувак, у тебя есть новый работа?» Я такой «Ну вот, да, сейчас релизное». Он такой «П*****, запускайте аукцион». Я такой «Так можно было?» А где общак, пацаны? Есть общак у вас, как в настоящей банде? Деньги появлялись Ну, как бы Хаотично и уходили так же хаотично Вот, поэтому какого-то вот держа Ну, я не знаю, надо что-то обслуживать? Может, здесь вот красочку протереть? У нас желудки нужно обслуживать Это не обсуждается То есть у нас поднимается какой-то вопрос, ребята, сразу Кто что может или еще что-то То есть все лояльно из разряда На своем желании То есть кто-то что-то хочет вкинуть, пожалуйста У кого-то чего-то сегодня нет, ок Ну, то есть Принуждения никакого абсолютно нет Исключительно если просят купить хлеб То надо купить хлеб И воды И не забывать, и водички Ну, такое правило, идешь сюда, покупаешь воду Потому что, ну, пьют сразу Все, выделают воду Здесь завод по уничтожению, значит, сладкой воды Газированных напитков? Да, абсолютно Если вам что-то нужно забагрить сюда, завозить прям литрами То есть обожаем уничтожать какой-то, знаете, такой Пласт серьезной газировки по теплу Такой устоявшегося, значит, отечественного Буратино Патриотично настроенная Конечно А цель какая-то есть? Вот у нефтяной компании цель, я не знаю, удвоить выручку И инвестировать там миллиард в зеленую экономику Чтобы заводы меньше вырабатывали там всяких вредных веществ Смотри, смотри, цели нет, есть путь Таков путь Таков путь Таков путь Ра-си-е! 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 смотрит нас думает лучше я сдох они вот с этими чуваками тусовался дайджест как ты зарабатывал до и нефти чем ты занимался как-то зарабатывал свои первые деньги первые деньги зарабатывал я делал обложки на youtube к блогеру который обозревал олеги но за это платили деньги я офигел что за это реально платили деньги сколько тебя обложка стоила давайте сравним с тем парнем который делает нам обложки 2000 за обложку это вот тогда давным-давно для меня на самом деле для школьника это были хорошие деньги то есть у меня ничего другого не было и как бы это было окей плюс я учился параллельно потом я пошел в студию работать меня взяли младшим там дизайнером я начал учиться там я пошел в 10 класс и меня взяли в студию да я там работал меня ребята натаскивали за что им большое спасибо колес кавинского моему первому и последнему начальнику вот и по сути он мне дал первые заказы творческие которые раскрыли мой режиссерский потенциал прямо там не такой степь делаешь круто давай делать целиком ролик я прям садился на месяц конкретно делал ролик потому что он мне предлагал отличные условия за этот ролик на тот момент как бы 50000 и ну для меня это просто самый огромный кэш был тогда в жизни и при том творческая свобода и при том это реальная работа как бы ну в моей среде то есть это ролик который будет рекламным вот и но это была работа мечты на самом деле дожди дожди а кто тебя взял в офис на работу короче лет была мошен студия тунгус и сейчас есть которая занималась в основном корпоративными эксплеймерами это ролики которые объясняют что там туда-сюда вот и им нужен был джуниор моушен дизайнеры как вот знаешь в подмастерье и они открыли конкурс они были популярны и им написало где-то сто или пятьсот человек я не помню очень много из всех из них выбрали меня почему-то потому что собрал портфолио чуваки посмотрели мое портфолио им очень понравилось и вот в 16 15 лет еще тогда потом стало 16 и они такие да нам плевать просто типа ты делаешь круто мы в тебя видим потенциал давай с нами когда ты ушел свободное плавание 18 лет я переезжаю на свою первую квартиру сразу же как мне стукает и через месяц уже съезжают родителей и я беру больше своих каких-то проектов отдельных и короче был период где два года примерно делал пыльные деньги это деньги ради денег то есть ты просто берешь заказ и делаешь работу которая тебе ничего не приносит что он обычно приносит работу первые деньги 2 портфолио я делал работы которые шли не в портфолио и параллельно там как-то я делал работы для души это были клипы там для джимба длин краши для всяких таких ребят для six nine а начале его карьеры ты делал клип для six nine а который отсидел в тюрьме и вышел спел с карди беда был моим ровесником даже младше его туда еще звали пикаши короче у него был клип с джу си джеем или нет к и прочку и ты такой чувак их там локальный у него был клип значит он собрал всего лишь миллион на то время вот и я там дел графику и потом было забавно что он приезжал москвы и он рассказал он крутился менеджером они рассказывали как там короче у них ночь прошла какие там девчонки и мы разговаривали по гугл-переводчику и по его по девчонке которая была с ним в русской короче я делал клипы для души делать абсолютно за бесплатно потому что это были типа офигеть типа по за работа с типами которых я слушаю на которых я там ростом подождите кстати не заплатил нет это было типа фа фан six nine там райан краши это все были проекты которые эти чуваки мы влетаем потому что там сами хочется поработать но чувакам чего типа бесплатная работа вот мы не жаловались потому что для нас это респект потому что как бы и уважение и нам самим очень приятно было так прошло два года и в какой-то момент я такой чуть ничего не меняется чаще занимаюсь и я понял что единственный путь куда-то это становиться хотя бы кем-то для того чтобы кем-то становиться необходимо двигать свой стиль я начал пытаться двигаться как-то в instagram я сначала делал по кадру анимацию там потом делать какие-то тесты и первый мой ролик вирусный там зашел на 16 тысяч просмотров все это был конец мира абсолютно это я про что я взлетел и после этого ролика я начал делать упор там на графику пытаться туда-сюда и потом постепенно произошла короче момент что я был в сочи с девушкой отдыхали и там вышла презентация айфона первого с тремя камерами и я такой я пошел в тот же день купил яблоко просто яблоко на рынке принес домой и сделал ролик прям на ноутбуке которая с собой взял и все вот он залетел вот там вот уже началось то чем я сейчас занимаюсь а эти ролики которые ты выкладываешь свой инстаграм они как-то приносит тебе какой-то доход в чем суть или это все пиар просто это творческий проект есть короче два вида деятельности первое это коммерция который зачастую ни о чем либо это проект мечты который можно куда-то выложить либо просто пыльные деньги второе это личные так называемые проекты это проекты которые ты делаешь за бесплатно там потом и кровью просто для себя грубо говоря ты на них сам режиссер и они ничего никогда не приносят они просто нужны для собственного там самовыражения и выхода вот этой творческой творческого запала и все в этом вся суть была вот таких вот роликов просто часы дни там месяца и убивались в никуда вот я также делал но я в это вкладывал в тот смысл что я развал свою портфолио и я качал свой стиль как рисовать просто ты рисуешь и вот я также просто я выкладывал это в сеть я решил что есть смысл повысить как-то привлекательность своих роликов тем что я буду делать их на понятные темы и понятными для всех и по сути их выкладывал только для этого для того чтобы через них уже что-то другое делать и моя ставка оказалась верной ну вот на одном из своих роликов есть интеграция крупный газовый российской компании газпром нефти многие думали что это не интеграция коммерческая когда когда пошли такие крупные бренды после китов сразу же после китов пришло вообще все какие-то крупные бренды итальянской одежды которые все знают на не могу разглашать вот эти чуваки там написала ли на пязок из битвы появилась куча ребят еще там какие-то музыканты которых я слушал все время начали на мне подписываться у нас потом произошла коллаборация с дважды два ну типа вот с этого все началось насколько я понимаю работа с фейсом я ранее запад еще не коммерческая работа нет это была коммерческая работа мы делали короче графику в клипы и мы так как также бесплатно первое время делали для того чтобы аля вот что там потом будет это принесло свои плоды нам упал коммерческий заказ на фейса то есть это было прям оплачиваемый работа а сколько заплатил ваня фейс не могу разглашать и вот я со стороны так посмотрю и скажу но это минимум 1500 фейс да я тебе скажу так что я не знаю сколько что вы весь клип но моя часть вот именно визуальный эффект столько не стоил но я не ушел обиженным скажу так работы с little big со славой мэрлоу это все уже коммерческие проекты ну и даю ко мне приходили заказывали у меня клипы вот прям вот сделай сам и мы тебе заплатим денег вот сколько стоит заказать у тебя клип что тебя чего это за смотри я хочу сделать что мне интересно анимационный клип вот сугубо анимационный клип я беру целиком весь продакшен в районе ну от двух до пяти нет просто от двух миллионов это вот прям целиком смет а двух нет а двух пятиста из там называй больше это минимум который просто вот от чего начала идет я не называю предельную сумму тебе принадлежит фраза новый ты говорил в интервью то что надо называть гонорар вот на очень бедные артисты бедные на платить деньги за клипы и те деньги которые не платят за клипы это дерьмо не клипы и как бы я привык к тому что ни у кого нету денег поэтому я называю такую сумму потому что я безумно люблю творчество российских артистов и поэтому мы первое время делали клипы бесплатно и поэтому в очень многих проектах я также участвовал бесплатно и как бы ну те клипы вот которые типа little big там слова merlo они стоят больше чем они стоили потому что я верил в эти проекты я считаю а им их одними из моих лучших работ при том что я считаю что артисты все равно хорошо мне заплатили ну то есть ты работаешь только с теми артистами которые тебе нравится идеологи целом я типа стараюсь так и делать потому что все я прожил тот этап когда я просто делал проекты в минуте пыль для всех подряд я делаю для того кто мне хотя бы хоть как-то нравится слава мэрлу мне нравится типа он реально крутой музло делать little big вообще не сравнивать это была первая интеграция вот именно вообще типа мне не писали до этого никто никак и это именно был тот заказ который я делал вот именно из того что нифига себе мне заказали интеграцию и мне просто было интересно попробовать чтоб ты понимал вот эта интеграция газпром нефти она спустя месяц моя интеграция стала уже в десять раз дороже уже от уважаемого мной бренда тебе требовались какие-то инвестиции в эти видео в твои проекты какие-то деньги требовать для начала до базовое это было время я инвестировал свои первые видео которые вот очень неуспешные были там пару лего видео в них я вкладывал в рекламу но это вообще там 500 рублей попробовал в кинуть бесполезно было в остальном я где-то год вообще ничего никуда никак не вкладывал я начал вкладывать вот прям что-то так нормально это с nft потому что я не могу выкладывать чужую ну как бы я не хочу воровать контент ассеты чита там 3d модели не хочу воровать потому что это зашкварно я хочу именно и пришел к этому когда стал зарабатывать когда я зарабатываю на чужом контенте я покупаю контент либо договариваюсь его владельцем я не зарабатываю на чужом контенте которыми не принадлежит это принципиально есть момент один что вот например киты модель она мне не принадлежит но она распространяется по лицензии за три бюшен который необходимо оказать автора видео и ты очень обижаешься когда этих китов воруют много же копий смотри прикол в чем был воровство было в чем в том что размещали это видео без указания авторства первое время я прям не у меня были рейды на каналы где это прям публикуют мы там срались с админами там чуть ли не до стрелок доходило потому что там быдло сидела многие админы выходили на связь подписывались на меня какой-то у меня даже курс покупал на у меня это было единственно от беда потому что ну упущенная выгода как только я там перебил 100 тысяч подписчиков мне вообще плевать куда что это как это попадает потому что везде уже теги стоят и все знают мой стиль узнаются если пойти к токами там моими не моими и которые похожи на моих волков пишут блин похоже на рекламу дважды два это не чичоке что делали рекламу дважды два но вот после этого я успокоился вообще а перечислили все свои источники доходов чтобы надо зрителя сформировалось понимание как зарабатывает современ это скажу современнейший художник вот так смотри nfc агентство арка коллаборации с брендами сейчас нету но до этого еще режиссерские проекты клипы до этого был курс год назад вот ровно у меня был курс он не приносил достаточно приток денег сейчас он уже закрылся что из этого сколько процентов суши на самом деле коллаборации и nfc 50 на 50 в данный момент то есть я банально сейчас живу на деньги с коллаборацией которые я получил месяца три назад как-то так и сами в теме просто лежит теперь это даже не трогаю дайджест мы на крайне москвы ехали через стройку новых домов ничего не предвещало беды и здесь такая тусовка что это за место тоже но это измаиловский кремль мы здесь на тусуемся здесь вот наши машины машины наших друзей граффити bmx и шашлыки сейчас будет короче отдыхаем то есть это такой типичный летний вечер когда ваша команда собирается вместе сейчас да по сути так что ты здесь рисовал тут много твоих работ здесь нет здесь теги всех наших типов он рожь рамуру с теми с кем мы уже беседовали вот а моей нету возможно поэт сегодня ребята здесь как вкусно пахнет краской просто рай токсикоманность ребята это же опасно вообще заниматься граффити часто бывают какие-то проблемы да не инцидентов на самом деле немного короче ребят приехала полиция на самом деле вот сейчас ребята решают что с этим делать но это не постанова уж точно если там где-то можно было сомневаться насчет дейфта и шашлыков то это вот рил лайф стрит художников мы сейчас прям на крайне окраине москвы в центре вообще рискованно рисовать ситуативно в основном рейды рискованно а так можно линию хоть проведу одну так как это делается я первый раз и вот пальчиком слегка можно слегка это слегка да привет сереж насколько я понимаю ты главный за граффити в 111 тебя так мне презентовал вся эта вот банда огромная которая здесь стоит что у нас получилось что сегодня изображено на этом на чем у нас на заборе что сегодня на заборе написано наскальная живопись получается у нас 111 и вот как раз таки фирменный знак фирменная буква f которые вот как раз таки обрисована валютой и все завязано на валюте сколько вы делали полчасика где-то минут двадцать полчаса сколько стоит такой набор чтобы вот это все рисовать дорого сейчас очень дорого быть граффитчиком граффитчиком или граффити человеком которые занимаются этим это очень дорого одна банка стоит если ты не работаешь магазине то она стоит в районе 350 рублей но если хорошую краску покупать а магазин свой но у нас у команды а какой портрет клиента граффитчика возраст 12 до 27 30 лет сколько вместе на краску вашей банду ходит 1050 наверно если на всю банду то в районе 200 тысяч выходит 200 тысяч но это с учетом то что мы берем по себестоимости банки и то есть это в два раза или в три раза дешевле да 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 если вы не так мы вы наверное вы на тачке вы не могли бы деньги тратить вот коротко объясни почему ты любишь граффити сюда приезжала полиция это опасно пахнет краской но мы же должны где-то как бы выплескивать всю эту энергию вот мы сидим ну как бы проект 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 о постановились купили банки пошли просто все ну все на своем пути бомбинг ну как бы прям жестко но это круто это круто хоть и день висит но как бы все равно люди видят люди знают это круто расскажите про картины вот кем это сделано как это данина это референс и все наши мне кажется когда-то это было главным вдохновением нашим особенно такие тайтлы как евангелион что очень сильно в нас тоже сформировал такое что надо идти нестандартным путем создания чего-либо и соответственно также сценария вот моя альма-матер это призрак доспеха к вобби боб хотя это да не сам крел даже не общаясь со мной типа потому что он тоже уважает эти произведения джокер я вижу да это ролевая модель ваша джокер ну не кого чтобы но хороший персонаж просто хороший качественный качественный злодей да прям ну с душой назовите еще злодеев крутых ну вот из вселенных я вот из действующих политиков хочу назвать но не хочу хорошо держимся я не вижу никаких политических лозунгов ничего такого и чем еще гевары не все не да вы просто вы во многом про какую-то идеологию вдохновляетесь вы вы чем россии россии вы патриоты все трассе не может вон пожалуйста герб он отлили сами причем сами отлили и даже чехольчик с имеется у вас конечно как-то любом и как в настоящем кабинете у чиновника вовка то всего максимально любим можно нам пожалуйста сделать жкх чуть чуть поменьше не кажется что это такая юношеская история а вот когда один пробьется все конечно выстроится в какую иерархию начальник подчиненного смотри ну либо меня зарежут через полгода потому что я придам команду и вот там как-то офигею либо сам в окно выйду что уже кстати могло произойти много раз потому что я уже насколько там год наверное даже два имею какую-то успешность но вот типа я сейчас при своих нынешних там возможностях доходах на я вроде как не получала пацанов ни одной претензии того что звездился или что-то еще туда-то потому что все что у меня есть в этом участвует мое окружение все мои ролики которые завирусились просто киты что сказать о китах если киты все в тегах моих пацанов но типа с этого началось этим все идет у меня есть как бы знание того как сделать красиво но без души которая вот невозможно без этой уличной романтики без там покатушек на копейки без побегов от ментов с раз баллоном краски без окрашенных краской аэрозолем ногтей после бессонной ночи после драк там с не пойми кем на тусовках невозможно было бы то что я делаю без этого я бы не занимался бы тем чем не занимаюсь и сидел бы студии наверняка потому что мне не было бы видение того какой может быть жизнь для тебя респект твоих пацанов дороже денег это не обсуждается но в смысле конечно а давай такой неудобный вопрос мы зацепились для интервью forbes за цифру 10000 долларов за одну работу это громкая цифра достаточно для молодого художника ты поделился с ребятами деньгами я уже сказал до этого что когда есть какие-то в запросы нужды конечно спросить любого человека из команды я когда ребятам нужна помощь я делаю то что я должен делать по-топот ну типа называй себя мужчины называйся пацаном нужна помощь я помогаю нужна там тема я типа делаю также мне пацаны ну банально типа нет такого что то я там только их спонсирую вообще абсолютно никогда такого не было и нет потому что пацаны сами что-то мучиться но когда у меня проблемы приезжает вся команда разбираться только благодаря этому мы типа и делаем то что мы делаем и у нас что-то получается ты открыл себе и п я самый занятой и я честно плачу гигантские для обычного пацана налоги там но я типа да я самозанятой и пока что мои доходы за год не превышают ограничение самозанятости слава богу то есть в месяц ты зарабатываешь меньше миллиона когда к ну типа был мельская в натуре заработал очень много было 800 вроде бы это именно 800 было да это именно вот я бы занес отчитался ли 600 и короче точно не помню но там большие суммы были да вот именно я заплатил налогов с этой суммы на что потратил такие первые большие деньги свои короче первые большие деньги у меня были год назад и опять же сетом купил я ноутбук себе покупаю забыл сказать ноутбук там для отдельных задач переносная машина просто было купил себе тогда рендер движок больше крупных таких покупок я не помню а вот в этом году дай подумать я сегодня купил себе кофту сети компаний мечта детства исполнилась я вот сегодня прям шел и я прям такой я купил себе компани на собственные деньги которые я не украл ну типа так ты сказал что в вашем мире были деньги это деньги которые ради денег какое у тебя отношение к деньгам ты называешь деньги пыльными я же не называю просто что деньги это отрава это инструмент такой же как руки ноги речь ну типа есть деньги я могу не беспокоиться о том чтобы сегодня заработать и заплатить за квартиру когда они есть я могу заняться тем чем я должен заниматься искусством вот и все когда у меня есть типа деньги купить себе расходники это отлично когда я могу есть деньги чтобы помочь пацанам это отлично когда у меня есть деньги кататься на такси они в метро и там работать еще параллельно не отвлекаясь ни на что на пересадки это отлично когда я могу купить себе компани и не переживать за то что я делаю бессмысленную покупку просто выкинуть вот такую типа сумму для себя наконец-то исполнив мечту это хорошо родителям помогаешь если помогая команде было бы странно если такой мама с папой конечно нормально но они не пацаны нет ну конечно помогает другое дело что мои родственники вот это я сейчас отдельно боль выскажу очень не хотят брать у меня деньги я каждый раз говорю дед тебе помочь он такой мы сами разберемся и вот каждый раз так это у меня очень сильно бесит и приходится просто там привозить что-то просто брать и перед фактом ставить но я устаю каждый раз слышать зачем ты тратишь на нас деньги уже а что за история с тем что часть потраченных денег ты потратил на помощь на лечение насколько я понимаю резчику по дереву из иркутской области сижу и в инстаграме вижу в рекомендациях резчик по дереву из вот это значит трагительные трагическое видео очень грустная но которая с добрым концом там необычно тебя зацепило очень зацепило в общем игорь перевалов у него больная жена у нее это проблемы с уставами он вырезает по дереву я услышал об этом думаю ух что-то меня вдохновило две недели сидел делал в 3d работу моделировал короче вот эту картинку отсылая к своему детству потому что в детстве вырезал по дереву мне очень нравилось и стараясь передать короче ну показать что дерево может быть вообще невероятным по фактуре и совместить еще свой стиль с этим сделал решил ее продать и сказал то что продастся большую часть денег передам мужику потому что ему нужно лечить жену чтоб по итогу она продалась за 120 наверное тысяч в рублях 100 тысяч я перевел игорю приехал к нему и благодаря опять же типа вот этому переводу и еще тому что этот перевод увидела моя знакомая художница она тоже перевела еще 60 тысяч мы к нему ездили вот недавно записали с ним очень большое видео о том как вообще он живет что у него там происходит и мы увидели россию какой она есть культур это прям поселок пять часов езды от иркутск то есть это прям глубинка и там прям вот все о чем говорили какова россия на самом деле что это не москва что этого даже не там не иркутск это ничего что ты просто деревня где ничего нету если ты талантливый речи всем плевать на тебя если тянет диплома если тянет дипломы только ты не будешь не учить детей ничего не делать его уволили из школы где он учил детей резьбе по дереву за то что у него нету диплома поставили туда чувака с дипломом он через месяц ушел закрыли всю школу у нас есть и ребята с казахстана у нас есть ребята из беларуси что также были у нас и на митингах и так далее все это видели в живую это вообще ужас и мы это все слышали в беларуси да это вообще отдельная история мы сами здесь ходили в какой то момент на митинге но поняли что но тоже что вы с такой яркой внешностью на она вызываете вода желание уточнить ваши документы у нас был человечек вот который очень неудачный опыт перенес вместе с девчонкой троих людей вытаскивали из машины из жигулей заходили в кафе просто что не крашеные волосы знакомились знакомились вытаскивали из машины знакомились соответственно сразу просили документы представиться вот все это на земле происходило очень в такой сумбур какие-то там грима еще что-то суматоха какая-то но в принципе все нормально обошлось в любом случае без каких-то там прям ярких травм который с которыми можно было куда-то пойти да зачем куда-то ходить тоже правильно уже сходили уже сходили можно уже никуда не ходить на данный момент твоя самая дорогая работа это это никто последний никто посвященный беларуси до почему ты сделал об этом суши ну работа сама что из навален то же самое что и в чем-то с китами меня просто зацепил эта тема и как ты среагировал таким вот образом просто посмотрел то что там происходит снова похитили журналисты я такой блин нехорошо вдохновился и получил что получилось почему ты так смело высказываешь свою политическую позицию мы с кучей разных медийных людей говорили и часто перед интервью ко мне подходит пиарш из того или иного артиста говорит только без политики пожалуйста ну я не знаю не могу к это по-другому как я просыпаюсь и слушаю себя если слышу какой-то голос что-то сделать в плане каких такие вещи отреагировать на них не даже если типа убрать приколы про то что владимир владимирович путина мы вас любим как бы если убрать вот эту историю то мы реально патриоты это как в песню фейса то что я не дам русофобам нажиться на моей как это на моей позиции вот здесь то же самое то есть мы россию любим очень сильно мы здесь хотя есть возможность уехать потому что мы также любим россию нам нравится здесь жить и другое дело то что например я лично за себя скажу не всегда но мне нравится что происходит там верхушках но земля то мне нравится люди мне нравятся менталитет иногда такой интересный но я здесь вырос мне здесь хочется жить мне хочется чтобы светлое будущее было страны дайджест кому современных художников ты респектуешь давай три русских так вот утилитарные три не русских давай начнем с русских дима ребус аден из тпд и последний до русский художник очень крутой секс висер это русская художница она работает пиксель арте очень смешанном таком стиле и вот ее бы работа я бы реально купил мне очень нравится ее работы я считаю и одной из главных русских потенциально ход короче фрешман безумно талантливый международные художники там же хуй чувак который родил мой стиль таким какой он есть великолепный художник жаль что не признанный но гений второй скажу наверное бипл потому что это человек который показал что если ты работаешь 7 лет делая по работе в день и потом ну вот он выложил этот список работ и вот эти работы за каждый день они продались в целом полтора миллиона рублей за одну работу за один день работы это столько сколько стоило реально его творчество он показал что digital art существует он родил и нефти какой-то момент это вот та вот работа за 70 миллионов долларов которая была продана крестис последний 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 художник едой кодзима он показывает что игра могут быть искусством что они есть и доказывают почему они самое важное направление в искусстве вот так не хочешь заняться видеоиграми вот нет у тебя таких предложений такое перспективное направление киберспорта смотри я считаю что эти игры это самый важный и самый серьезный вид искусства на полном серьезе просто не до конца раскрылся сейчас из-за технических ограничений но мне нет вообще никакого интереса к этому то есть вот мое дело это именно кино мое дело это именно что-то такое мне больше туда хочется в игры я просто смотрю и я понимаю что я не знаю что я могу предложить в плане интерактива человеку не сейчас по-другому мне нравятся технологии на которых игры работают не механика интерактивности а тот же самый типа real-time рендер там вот эту вся история она сейчас развилась настолько что это потрясающая технология в прошлом году появилась возможность нормальной отрисовки отражений что было просто но инженерной инженерной победой замечали как часто в играх встречаются разбитые зеркала или слишком грязные поцарапанные настолько что в них не видно отражение разработчики не любят делать зеркала целыми и чистыми для этого требуется слишком много работы но когда авторы все же решаются добавить в игру отражение они не ставят перед собой цель воссоздать саму физику зеркальной поверхности все силы уходят на то чтобы повторить только эффект это невероятно это просто гигантский скачок а дальше появятся все остальные фишки что ты думаешь об игровых движках игровые движки это не будущее это настоящее графика потихонечку уходит туда всем известный кейс с мандалорсом раньше был зеленый экран вырезали персонажа ставили графику сейчас висит огромный телевизор такой закругленный на котором в реальном времени отрисовывается графика как в видеоигре на площадке устанавливаются огромные изогнутые лет экраны и на них выводится компьютерное окружение которое внимание рендерится в реальном времени на движке unreal engine крутость тут заключается в том что этот виртуальный фон он синхронизирован с движением камеры оператора железо стал настолько мощным что появилась возможность вот прям рисовать графику фотореалистичный в реальном времени как видеоиграх это настоящее я безумно люблю и верю в эту технологию и сам очень хочу ее изучать дальше и развиваться и считаю что если вы хотите как-то идти в искусство если вы не смотрите в эту сторону то вы дурак очень много дураков после интервью будет очень много будет врагов который будет считать меня дураком пожелай что-нибудь молодым ребятам которые тебя смотрят хотят заниматься тоже графикой вдохновляются твоими китами твоим рогозиным твоим лукашенко твоим навальным клипами со славой мерлоу клипами с литл бигом клипом фейса я роняю запад как стать таким классно идите не в моушн дизайн а занимайтесь моушн артом идите работать на проект чтобы обеспечить себя там позволить себе покушать но в это же время занимайтесь собственным творческим проектом изучайте продвижение самого себя развивайтесь учитесь смотрите делаете ли вы то что вызывает у вас самих чувства и что делать вас счастливыми когда я работал на проектах на которых я сугубо зарабатывал деньги не мог ими поделиться единственное что меня держало в этой жизни это возможность заниматься творческими проектами насколько бы они непонятными не были поэтому если вы хотите обойти меня занимайтесь не моушн дизайном не дизайном там там иллюстрации занимайтесь искусством искусство это не то что в современных галереях работа которая сделана художником иллюстратором 3d дизайнером я не знаю таким угодно который отражает его видение и заставляет людей переживать какой бы она ни была тик током не знаю там открыткой или подвешенной мышью четвертовая не знаю в современной галерее плевать если она вызывает у вас эмоции тогда это искусство занимайтесь искусством потому что это вас обеспечит и обеспечит ваших потомках а самое главное обеспечить не деньгами а культурным развитием людей которых вы даже не знаете что они увидят ваша работа и скажут я ревела 10 часов пересматривая твоих китов и реву так уже месяц это бесценно девушки ведутся на кито пацаны ревут от китов спасибо брикспейса за это интервью было классно